здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас многие ожидают кризиса и действительно в последние дни индексы очень сильно падали акции очень сильно падали многие встревожены что ждать это начало кризиса или или что это вообще ну то есть буквально позавчера акции упали многие говорят на три процента что делать сбрасывать акции уходить куда уходить все обеспокоены но я читаю новости смотрите я знаю что меня будут многие ругать я знаю что предсказание это неблагодарное дело и я понимаю что будут говорить что я не прав что я вот такой сикой ну давайте посмотрим сейчас на ситуацию во-первых мне подозрительно не нравится единодушие во всех публикациях которые ну в общем сказать финансам довольно далеко стоят это рамблер новости какие-то значит храма яндексе какие-то новости там царят паникерские настроения и вот это мне подозрительно давайте посмотрим на график вот смотрите индекс s&p 500 и здесь это сайт finviz.com значит недельный таймфрейм как бы вот посмотрите как вел себя индекс s&p 500 последнее время значит 2016 году он начал расти вот значит такие смотрите реверанский бамс вниз потом бамс вниз потом значит устойчивый рост трамп здесь ликует он говорит посмотрите как только меня выбрали значит пошел рост но потом значит остановочка небольшая охланисти по вот потом дальше снова рост трампа 5 вау-вау вот и в конце 2018 года у нас резкое падение индекса трамп вообще негодует говорит что вот эти финансовые власти там не хотят снижать ставку фрс и так далее и так далее но в общем вот тут было стрёмно на самом деле то есть это начало кризиса или нет все стояли раздумывали но в общем-то признаков особых такого глобального кризиса нет но и в общем то в конце в самом конце декабря в начале января пошел подниматься и поднялся индекс s&p 500 потом снова слегка упал но уже как-то не так кричали потом снова побил все максимумы будет 3000 пробил немножечко опустился вот последние три дня что происходило опускался давайте я рискну рискну предположить что можете меня ругать со страшной силой но смотрите что будет вот так вот как-то так то есть ближайший месяц в ближайшую неделю мы увидим рост он уже начался вчера сегодня я думаю что рост продолжится надо ли сбрасывать акции не надо сбрасывать акции я считаю я считаю что индекс санки 500 еще поднимется до 3000 почему я говорю про s&p 500 да потому что на него все опирается от америки все зависит вот теперь давайте попробую я нарисовать не знаю как корявенько получится вот соединяем минимумы это я знаю что критика будет страшно вот посмотрите такая дуга получается вот как бы вот так и здесь тоже вот здесь уже вот как то вот такая вот дуга получается но мы видим что в общем то эти дуги сходятся что из этого выйдет я не знаю есть подозрение что до а в 2020 году будет какое-то падение будет оно резким или не резким я не знаю вот но я подозреваю что до конца года как правило предновогодние ралли бывает там рост какой-то бывает я думаю что какие-то еще некий рост до конца этого года мы можем ожидать а вот что будет потом я не знаю есть надежда о том что трамп с китаем договориться и начнет мутызить уже европу потому что дефицит внешне торгового баланса у америки не только с европой не только с китаем китай конечно основной вклад вносит но и с европой тоже есть дисбаланс во внешне торговом балансе сша а это сейчас для америки ну достаточно большая проблема вот и он будет уже в этом направлении работать но в европе надо сказать что все намного хуже чем в америке потому что в европе уже ключевая ставка понижена дальше некуда там есть какие-то в общем стать проблемы вот если договорятся с китаем то да будет рост если не договорятся то не знаю китай может сделать все что угодно вот с америкой но это не в его интересах не интересов америки поэтому я думаю что они договорятся и будет какой-то рост мировой экономики на какое-то время собственно говоря я всегда оптимист я считаю что акции сбрасывать пока не надо ну пока уж точно чуть позже надо смотреть на переговоры сша китай во первых во вторых ну вероятно стоит все-таки увеличивать долю в активах с гарантированной доходности то есть облигации это евробонды это активы ориентированные на рост золото и т.ф. на золото есть структурные продукты на золото и есть предположение что кризис будет не такой как всегда я подозреваю что будет затяжной период какой-то такой вот стагнации что ли то есть уже не будет такого резкого роста потому что все ресурсы для этого роста исчерпаны но для падения нет особых причин вот таких глобальных нет вздувшихся пузырей которые должны сдутся поэтому поэтому если и будет падение то небольшое а в этом случае лучше всего работают структурные ноты и структурные продукты о которых я говорил структурные ноты это когда берется корзина компаний каких-то и если эти компании если акции этих компаний не падают или падают но не сильно мы получаем стабильный доход там в районе 10-15 процентов годовых в валюте вот и такие продукты есть я про них во-первых рассказывал во вторых есть еще я про них еще буду рассказывать они появляются все новые и новые я рассказываю только про самые интересные которые мне больше всего нравится у меня спрашивали уже почему-то вот про это не рассказал почему про это не рассказал я не про все рассказываю я рассказываю только про то что но мне нравится и то что я но как бы могу рекомендовать потому что но если продукт с большой вероятностью не даст доходность я просто ну на мой взгляд я про него стараюсь не очень рассказывать потому что я хочу чтобы вы получали доходность вот то есть это по но там и есть еще структурные продукты защиты капитала например там вообще стопроцентная защита от падения то есть ваши деньги точно не упадут но если актив вырастет то соответственно вырастут и ваши деньги в частности есть такой структурный продукт защиты капитала на золото я его приобрел свое время и он на три года был рассчитан и золото такое я смотрю а золото падает да вот а я его приобрел а золото падает и думаю ну чуть читать ну по крайней мере рубли сохранятся но все поменялось спустя год и золото уже не падает а растет и я уже плюсья с этим структурным продуктом защитой капитала и я думаю что в конце года я увеличу долю вот в таких продуктах своих инвестиций вот да они сказать там как бы долгосрочный там на 2-3 года как правило сейчас появляются продавать сказать такие инструменты на 45 дней но не знаю то есть что произойдет через 45 дней я подозреваю что это может быть но в общем сказать там через 45 дней как раз падение лучше я думаю открывать такие продукты на три года потому что через три года с большой вероятностью все успокоится вот и будет доходность но здесь это уже такое оценочное мнение не стоит на него как-то рассчитывать а таких продуктах я еще буду рассказывать поэтому оставайтесь пожалуйста на моем канале сейчас поставьте пожалуйста лайк поделитесь этим видео со своими знакомыми и до встречи